МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 110 километрах от Улан-Удэ в Мухаршибирском районе республики Бурятия стоит уникальный памятник – Меркицкая крепость. На западной стороне прекрасной Тугнуйской долины грозно возвышаются строконечные скалы горы Шарат Эпсек. Памятник природы и истории имеет несколько названий – Тугнуйские столбы, абрикосовая роща, гора Шарат Эпсек, местность Тайхал и Меркицкая крепость. После села Барыкино на 108 километре есть отворот на грунтовую дорогу, который ведет к Меркицкой крепости. Дорога идет мимо степного родника и, дальше изъеваясь среди сопок, приводит к подножию красивых скал. Родник считается священным аршаном. Он единственный источник питьевой воды степи – чистая, прозрачная и очень холодная. Местные жители говорят, что, выпив несколько глотков воды и умывшись, можно избавиться от многих недугов. Живописная местность – полная таинственных историй и легенд – давно привлекает внимание туристов, краеведов, историков. Легенда гласит, что много столетий назад здесь, в Тугнуйской долине, шла страшная битва великого хана с воинственным племенем меркитов. От криков людей и звона мечей содрогались громадные валуны крепости. Война случилась из-за того, что меркиты напали на ставку Тымуджина, будущего хана Монголии, и похитили его мать Ой-Лун. А через год Чингисхан напал на меркитов и разгромил их. В сокровенном сказании монголов написано, что сражение между монголами и меркитами произошло именно в местности Тайхал, то есть возле меркитской крепости в Тугнуйской долине. Меркиты сражались истово. Крепость держалась несколько недель. Пала только из-за огромного количества монгольских воинов. Сказывают, что Чингисхан был в ярости и приказал разрушить все оборонительные сооружения, построенные меркитами. Но природная красота меркитской крепости осталась в целости. Меркит. Это было самое северное монгольское племя, которое обитало на реке Хилок. Дальше Хилка, то есть на север, начиналась территория страны Баргуджин-Токум. Это было крупное племенное объединение, которое имело очень хорошую военную выучку, имело свои собственные сильные войска. На реке Хилок имели они свою крепость, которая называлась Тайхал. Вполне вероятно, что вот эта крепость Тайхал является тем самым объектом, который у нас в республике именуется Меркитская крепость. Сакравильным сказанием мы знаем, что это в конце 90-х годов XII века один из предводителей племени Меркит, взяв жену Оэлун, это мать Чингисхана, из племени Алхуну, возвращался домой. В пути он был задержан отцом Чингисхана Исугей Батором. И вот с этого времени началась вражда между Исугей Батором, Чингисханом, то есть между Барджигинами и племенем Меркит. Потому что эта обида Меркитами не забывалась. Это было очень крупное и сильное племенное объединение, которое на территории Монголии, которое таким образом завершило свое существование. Это произошло где-то на рубеже XII-XIII веков. К вершинам крепости ведет единственная малоприметная тропинка. Подъем не такой долгий, но очень крутой. Она приводит на площадку одной из гор, сплошь заставленной пирамидами из камней. Они созданы туристами. Многие верят, что если соорудить пирамиду из камней, она заберет все твои болезни. Среди обвязанных ходаками деревьев стоят множество пирамидок. Они встречаются почти на всех площадках скал. Повсюду россыпь мелких монет. Это подношение духом гор. Меркитская крепость – это не каменные бастионы, а созданные природой неприступные скалы. Человек лишь приспособил ее под себя, но кое-где все же видны рукотворные приспособления. Вертикально установленные камни, уже вросшие в землю, где могли укрываться лучники. В скалах много пещер и лабиринтов, недоступных для людей. Есть громадные валуны с округлыми выемками, которые, возможно, служили для сбора дождевой воды, а может и для сигнальных костров. С вершины крепости открывается ошеломляющее зрелище великолепной Тугнуйской долины. Вдали видна река Хилок, куда впадает неглубокая, очень извилистая речка Тугнуйка. Рядом возвышаются остроконечные горы, покрытые деревьями и громадные скалы с огромными валунами. Ярко-голубое небо, чистый воздух гор и прозрачная даль. Дивная красота, которой невозможно налюбоваться. Одна из удивительных достопримечательностей крепости – реликтовая абрикосовая роща Чингисхана, занесенная в Красную книгу Бурятии. Можно полюбоваться цветением рощи в мае месяце. Цветение абрикосов очень кратковременное, всего лишь одна неделя. Абрикосовая роща покрывается нежно-розовым цветом среди скал, источая еле слышный терпкий запах. Эта великолепная картина ошеломляет своей красотой. За короткое лето плоды не успевают созреть, они мелкие и несъедобные. Были попытки культивировать кустарники, но безуспешно. Только в уникальном климате горной гряды Тайхала могут расти эти абрикосы. Между двух скал поперек тропы, преграждая дорогу путникам, лежит высохший ствол сосны, названный деревом здоровья. Это еще одна достопримечательность горы. Есть поверье, кто прикоснется четыре раза к ветвям, освободится от всех недугов. А когда человек возвращается назад, должен пройти под ним, не сгибая спину, и не прикасаясь к ветвям, чтобы никогда его не беспокоили радикулит и остеохондроз. По другую сторону Тугнуйских столбов стоят два священных гудящих камня. После проведения специального обряда человек обхватывает один из камней, крепко прижимаясь к нему, и в этот момент валун начинает гудеть, отдавая энергетическую силу человеку. Таинственных мест в Меркидской крепости много. Полузасыпанные пещеры, подземные туннели, где, возможно, спрятаны несметные сокровища меркитов, причудливые проемы. Но все они находятся на большой высоте, куда без подготовки и специального снаряжения добраться невозможно. По покатым каменистым склонам нужно ходить осторожно. Есть риск поскользнуться и улететь вниз. Здесь нельзя громко кричать, пинать камни, ломать кусты. Надо вести себя почтительно, чтобы не прогневить духов меркитских воинов. Нет сомнений, что эти горы действительно были естественной крепостью меркитов. С вершины скал хорошо просматривается вся долина и река Хилок. Очень сложно штурмовать такие крутые горы. Сматриваясь в это великолепие, вдруг просыпается в душе генетическая память. Ощущение того, что вот-вот из-за горизонта покажутся несметные полчища конницы и начнется битва. В этой местности туристы и гости республики найдут все. И красивую горную гряду, и живописную долину с неповторимым степным запахом, чудодейственный родник, реликтовую абрикосовую рощу, остатки древних укреплений. В эти живописные места совершают паломничество туристы со всего мира. Их впечатляет невероятное путешествие в прошлое. Легендарная крепость меркитов хранит тайну, скрытую временем. Субтитры создавал DimaTorzok